Региональный форум проводится ежегодно. В этом году он собрал 14 национальных комитетов и каждый раз на подобных встречах обсуждаются новинки в области олимпийского образования. В современном мире требования к компетенциям спортивных менеджеров существенно возросли. Они изменились по сравнению даже с предыдущим концом прошлого века. Появились новые вызовы. Мы хотим поделиться своими соображениями с нашими коллегами по этому поводу. Например, студенческий спорт. Поддержать тех, кто будет строить страну через 10-15 лет – это, по сути, инвестиция в будущее. Пьер де Кубертен говорил, образование через спорт. Потому что спорт на сегодня является одним из, если не единственным фактором, который может позволить нашим молодым людям, студентам научиться играть по правилам, научиться уважать соперника, научиться проигрывать, выигрывать, быть патриотами своей страны, но в данном случае своих университетов. Сейчас в рамках программы «Олимпийская страна», которая стартовала в 2015 году, есть возможность поддержать на местах инициативных людей в области спорта, тех, кто организует в своих дворах, или в школах, или даже в селе спортивные клубы и секции, но некоммерческие. Такие организаторы могут получить бесплатное образование в Российском международном университете, а платят обучение Олимпийский комитет России. А еще поддержат спортивным инвентарем, методической литературой и олимпийской атрибутикой. А мы учим, как некоммерческие клубы, как создавать, как они должны работать, как они должны работать с родителями, как они должны работать с общественностью, как они должны работать в будущем со спонсорами, потому что некоммерческий клуб предполагает работу и со спонсорами, местными производителями, предприятиями и так далее. Вот в этом весь смысл работы. Мы обмениваем все информации в рамках этого форума, как это делается в Казахстане, Киргизии и так далее. У каждого свой опыт, и мы стараемся этот опыт друг другу передавать. Сейчас в стране создается более 500 таких некоммерческих клубов, и через пять лет, возможно, даже в Сочи с их участием пройдет фестиваль под названием «Олимпийская страна».